Вы смотрите отзыв об отеле Макурнайс Романэйд де Санглайс. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Виктоша, который был в нем в 2010 году. «Спасибо всем. Мы поехали отдыхать в Ниццу с заполненным блокнотом, основательно подготовленные, благодаря отзывам. Остановились в отеле Меркур Променад. Прочитав, в отзыве, что потребовалось при оформлении кредитная карта, взяли ее с собой, хотя раньше брали только наличные. Не знаю, что с ней делали, возможно проверяли кредитоспособность, снят был 1 евро, и нам ее вернули, мы плохо знаем английский. Но мужчина на Рецеевшине так все спокойно и доступно, как детям, объяснял, что все мои волнения улетучились. Собственно, с Рецеевшина начинается отношение к отдыху. Понравился просторный номер, вид был на улицу, но с угла балкона был виден кусочек моря. Благодаря двойным стеклам, не было слышно никакого шума. Просторная ванная, ничего не течет. В номере чайник с чаем разных видов, кофе в пакетиках и сливки к нему. Мы ели иногда дома, поэтому нам все это пригодилось. Есть мини-бар в холодильнике. Работал кондиционер. Постельное белье меняли через день. Очень благожелательное горничное. Сто раз бонжур. В столовой очень по-домашнему. Понравился завтрак. До этого отдыхали несколько раз в Италии. Завтрак был гораздо хуже, беднее. Прекрасное расположение. Через дорогу моря, рядом старая ница. Очень красивые фонтаны на площади Масена, особенно вечером. На улице, где расположен отель, множество всяких лавочек с фруктами. Мороженое, кафешки, Макдональдс. При желании можно есть на разные суммы. Мы ели в разных местах, не отдавая никому предпочтения. Эздили на трамвае в кафе-фланч несколько раз, опять же по отзывам. Кафешка привокзальная. Поэтому там собираются всякие люди. Если на это не обращать внимания, то там все очень неплохо. Брали какое-нибудь мясо или рыбу, графинчик вина, минеральной воды, платили за это, а потом набирали много разных гарниров, к ним соусов, бесплатно. Получалось около 20 евро на двоих. Когда мы ели в ресторанах на улице, выходило более 50 евро, причем с пивом, а не вином. Эздили сами в Монако. В восторге. Гораздо больше садов, зелени. Французская пара практически за руку отвели нас на автобус возле вокзала, который едет к Монако-Вилько-дворцу Принца. Автобусы под номером 1 и 2. Ехали к 12 дня, так как прочитали, что в это время смена караула. У нас еще оставался час. Мы пошли на экскурсию во дворец. Там аудиогид есть на русском языке, так что все было очень интересно и понятно. После смены караула пошли в Кафедральный собор, Океанографический музей, после музея совершенно без ног. Сели на паровозик и сделали круг по Монако и Монте-Карло. Так что казино увидели только из паровозика. Надеюсь еще приехать туда. Вернулись к музею, сели на автобус и доехали до станции. Еще ездили в Канны. Не сделаю открытия, что там смотреть нечего, кроме как сфотографироваться на красной дорожке. В Ницце нашли нашу церковь, музей Шагала. Очень будожелательные французы. Всегда все объяснят и покажут. Даже бонж нам помог купить билет на трамвай. Сильвупле, мерсибаку, волшебные слова, больше ничего за неделю не успели посмотреть. На пляж ходили платные напротив нас 20 евро с человека. Пляж Меридиен. Там девушка говорит на русском языке. Понравилось, что входишь в воду по мостику и лестнице, не касаясь камней. Когда были сильные волны, на этот день убрали мостик. И мы ходили на бесплатный пляж. Ужасные камни. Кажется все написала. Город очень понравился. Хотя и бомжи, как кто-то написал. Каменный мешок. С удовольствием вернулись бы еще раз, именно в этот отель. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok